здравствуйте дорогие друзья мы с вами вернулись к холму цора родина самсона как раз за моей спиной и сегодня мы поговорим о его подвигах и о его гибели после происшествия на свадьбе когда свадебные дружки и стана филистимлян угрозами узнали у жены ответ на загадку а также проявили явное неуважение к жениху не встретив его у городских ворот тогда самсон отправился в газу и убил 30 филистимлян и снял с них 30 смен одежды после этого он отправился в лес и поймал 300 лисиц связал их парами хвост с хвостом и привязал по факелу между двумя хвостами ущерб был колоссальный он сжег их виноградники поля оливковые рощи за это филистимляне убили его жену ее отца и сожгли их дом желая отомстить написано в книге судей самсон перебил врагам голени и бедра после этого он укрылся в горах ущелье и там пришли в филистимляне на земли иуды и требовали отдать его три тысячи иудеев пришли к нему в ущелье и потребовали самсона выйти он упросил их не убивать его отдать в руки врагов почему он умолял их не убивать потому что в глазах одноплеменников он был изменник когда-то он был для них праведником на заре и божию сердце его было сбито филистимлян почему филистимляне не пошли войной на израильтям а только требовали отдать одного человека потому что помнили о договоре между авраамом и авимелихом царем листимским самсону сохранили жизнь связали веревками и вывели в поле и дух святой снизошел на него он разорвал эти веревки нашел в поле ослиную челюсть и этой челюстью побил тысячу врагов после этого он был судьей народа израиля 20 лет однажды он пошел в газу и остановился в доме у одной блудницы жители узнав об этом заперли городские ворота рассчитывая что утром они схватят израильского судью но самсон после полуночи пробудился вырвал городские ворота вместе с косяками отнес их на вершину горы по пути в хеврон наконец мы поговорим с вами о его третьей возлюбленной долила или долила к тому времени самсону пошел седьмой десяток ибо судьей мог быть человек не моложе 40 лет а мы читаем о том что самсон служил народу 20 лет на складе лет полюбил женщину из вражеского стана после того именно так начинаются строки посвященные долины речь идет о случае в газе господь лишил его дара видеть глазами решил святости его глаз проникать в душу хотя в самом имени была подсказка имя долила происходит отдать бедный она объединила его силой объединила его сердце объединила его действие правители филистимлян пришли к ней не отправили посланников а сами тогда у них не было царя был совет который правил городами филистимлян совет пяти городов что же заставило прийти их простой женщине только то что они боялись самсонов они предложили не убить его ведь это же было легко подсыпать яду в пищу и все но только лишить силы и сохранить жизнь но как же она смогла его предать увы господь создал разум так что мы ищем там где хотим найти что же заставило выйти замуж за человека рискую свою жизнь а затем сохранив свою безопасность предать исследователи считают что она искренне пыталась она трижды подступала к нему с вопросом в чем же твоя сила и он отшучивался наконец он не устоял он открылся ей и он открыл ей все сердце свое и и сказал ей бритва не касалась головы моей ибо я назарей божий а чрево матери моей если же остричь меня то отступит от меня сила моя я сделаю слаб и буду как прочие люди его схватили и выкололи глаза самсоны как и других узников использовали на тяжелых работах но с течением времени волосы отросли господь вернул ему силу и призвали самсона из дома узников и он забавлял их и за ушали его и поставили его между столбами и сказал самсон от руку который водил его за руку подведи меня чтобы ощупать мне столбы на которых утвержден дом и прислониться к ним отрок так и сделал дом же был полон мужчин и женщин там были все владельцы филистинские и на кровле было до трех тысяч мужчин и женщин смотревших на забавляющего их самсона и возвал самсон господу и сказал господи боже вспомни меня и укрепи меня только теперь о боже чтобы мне в один раз отмстить филистинлянам за два глаза мои и сдвинул самсон с места два средних столба на которых утвержден был дом упершись в них в один правую своей рукой другую и сказал самсон умри душа моя с филистинлянами и уперся всею силою и обрушился дом на владельцев и на весь народ бывший в нем и было умерших которых умертвил самсон при смерти своей более нежели сколько умертвил в жизни своей и пришли братья его и весь дом отца его и взяли его и пошли и похоронили его между цорою и эстаолом вот здесь находится могила знаменитого богатыря самсона почему же для нас важно так история связанная с самсоном самсон был судьей из племени дан а яков умирающий яков праотец патриарх яков сказал о будущем пророчествовал о будущем каждого из колен народа израиля вот что он говорил о дани дан будет судить народ свой как одно из колен израиля самсон судья самсон происходил из племени дан иногда самсона сравнивают с давидом почему не потому что они одерживали победы над филистинлянами в невыгодных для них с военной точки зрения условиях а потому что им помогал господь яков говорил дан будет змеем на дороге аспидом на пути уязвляющим ногу коня так что всадник его упадет назад змеем на дороге был самсон на дороге филистинлян он вел по сути дела партизанскую войну как змея ведь змея она жалит не потому что она агрессивна только обороняясь он оборонял народ она жалит ядом не потому что она любит убивать а только из-за обороны он убивал и уходил и вместе с тем он прятался как и змея это было двойное пророчество второе пророчество об антихристе из племени дан ибо он будет жалить человечестве она от прянет назад на помощь твою надеюсь господи произнес яков он увидел что самсон начнет избавление народа израиля от филистинлян но в конце концов не завершит он увидел своим духовным зрением и обратился господи на помощь твою надеюсь господи на этом можно было бы завершить но есть одно но совсем недалеко от древней цуры найден жертвенник тот самый на котором маной принес жертву господу представляете вот именно здесь стоял ангел господи с вами был сергей алексей чик